МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Захара Алиева. Здравствуйте. В начале короткого главы. Стихия на стихийной свалке. В Карабудахкенском районе возник пожар на несанкционированном мусорном полигоне. Развод по-крупному. Майнер в Дагестане незаконно использовал электроэнергию почти на 45 миллионов рублей. Мы знаем, что проводится специальная военная операция с 24 февраля по указу нашего верховного главного командующего. В этой призывники зону проведения специальной военной операции не направляются. И даже мы в документах, в именных списках призывников, которые мы направлены в войсковую часть, там мы пишем. Направление в зону проведения специальной военной операции запрещено. Годинг строевой. В Дагестане продолжаются весенние призывы при дыбе вооруженных сил России. Грёв моторов, дым столбом и восторги зрителей. О шоу байкеров в Махачкале расскажем в выпуске. Наконец-то потушено и засыпано грунтом. Несанкционированная мусорная свалка в местности Черкесску-Танка в Работахкенском районе горела в течение нескольких дней. В тушении огня были задействованы камазы, бульдозеры, фронтальный погрузчик и поливные машины. Всего порядка 25 единиц спецтехники. В тушении пожара задействованы силы и средства регионального МЧС, на помощь которым прибыли техника и специалисты НБУ Махачкала-1. Также на место представители регионального министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Работает несколько поливальных машин, камазы, бульдозеры, фронтальный погрузчик. Открытый огонь потушен. Продолжается ликвидация глубинного тления. Для этого сюда подвозят грунт, который засыпает тлеющий мусор. Это единственный способ бороться с пожаром на мусорной свалке. Мы сегодня занимаемся ликвидацией пожара на свалке в местности Черкесского района причины задымления, которое является самовозгорание, под действием высокой температуры или химических процессов, которые происходят внутри свалки. Отмечу, что данные тушения после открытого огня не тушнет. Остается очаги тления. Для этого мы проводим работы одновременно по зацепке и поливанию данного грунта, чтобы образовалась скорка, чтобы доступ к кислороду был ограничен. Дороги продолжают забирать жизни. Пять человек, в том числе один ребенок, погибли в Дагестане на прошедшей неделе. Всего за этот период на территории республики зарегистрировано около 40 ДТП. Травмы различной степени получили 45 человек. Превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу движения. Эти три показателя назвали в региональном МВД частными причинами аварии со смертельным исходом. Майнер в Дагестане незаконно использовал электроэнергию почти на 45 миллионов рублей. Очередная незаконная ферма, выявленная в селе Косумкен Сулеймонстальского района. Правонарушитель для добычи криптовалюты использовал более 120 асик устройств. Крупную партию техники обнаружили специалисты компании Дагенерго совместно с полицией. Теперь в рамках закона криптовалютчика обяжут оплатить штраф и счет за потребленную электроэнергию. Кроме того, в отношении него могут возбудить уголовное дело. Всего с начала года, по данным компаний Россеть и Северный Кавказ, в регионе пресечено 29 случаев майнинг-хищения на сумму свыше 95 миллионов рублей. В республике с начала года минимальный набор продуктов подорожал на 18%. Об этом сообщает Дагстат. К примеру, в январе его стоимость составляла 5 350 рублей. Сейчас же средняя цена потребительской корзины более 6 300 рублей. В подобный набор входит 33 товара, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты. С 1 апреля в России идет весенний призыв в ряды вооруженных сил. Призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. А готовность призывника к службе определяет медицинская комиссия. Как проходит набор в армию в Дагестане, узнавал наш корреспондент Карим Данеев. Хирург, терапевт, невропатолог и далее по кабинетам. Так начинается путь призывника в армию. Прежде чем выдать молодому человеку военную форму, нужно сначала убедиться в его годности служить Отечеству. За тот период после медицинского освидетельствования в муниципальном военкомате, если произошли какие-то изменения в состоянии здоровья, то здесь врач принимает решение окончательное. Если изменения произошли, то тут начинается процесс повторного освидетельствования и принимается решение категории годности в военной службе. Так же, как и в муниципальном, здесь 8 врачей-специалистов проходят. Так, если сказать средним по округу, высокий процент годности. Ребята в основном крепкие, здоровые, спортивные, подготовленные. Где-то процентом 80 у нас в категории А годности, А и Б3. После прохождения медкомиссии новобранцы экипируют с ног до головы. Берцы, камуфляж, фуражка. Даже вещмешок уже не тот. Теперь это удобная и вместительная сумка, а в ней все необходимое. От зубной пасты до сухпайка. Все, что нужно для военной части. Тапочки, зубная щетка, мыло, гадарин. А также и куртка, носки. Служить отечеству готовы Ибрагим и Абдувагаб Халиковы. Два брата из Каркмас-Калы привыкли все делать вместе. Учиться, заниматься спортом. Теперь братья и служить будут плечом к плечу. И не где-нибудь, а в морской пехоте. В принципе, изначально я хотел тоже в армию пойти. Причем, как поступал в колледж. Ну, как закончил колледж, как пришла ко мне повестка, я уже сразу хотел пойти в армию. И как бы родители уже одобрили. Один из самых волнующих вопросов призывников, и особенно их родители, это будут ли срочники участвовать в специальной военной операции. Ответ военных однозначно нет. Особенность вот этого призыва, мы об этом и самим призывникам говорим. Мы знаем, что проводится специальная военная операция с 24 февраля по указу нашего верховного главного командующего. Вот эти призывники в зону проведения специальной военной операции не направляются. И даже мы в документах, именных списках призывников, которые мы направляем в войсковое участие, там мы пишем, направление в зону проведения специальной военной операции запрещено. Они не направляются. Вот в зоне проведения специальной военной операции выполняют боевые задачи только контрактники, в том числе из Дагестана. В данный момент, мы знаем, были случаи, когда об этом и говорилось в средствах массовой информации, об этом и говорил верховный главный командующий, направлялись ребята туда. Но опять же, они попали с учений, и никто это специально не делал. Они оттуда были выведены из этой зоны. Сейчас никто не направляется. Из Дагестана в этом году на срочную службу уже направлено около 1500 новобранцев. И еще столько же осталось по плану на весенний призыв. Карим Даниев, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Врач – профессия вечная. Под таким названием ко дню медицинского работника открыли выставку в Махачкале. Экспозиция подготовлена специалистами музейного комплекса «Россия. Моя история» совместно с коллективом городской клинической больницы. Она рассказывает об истории развития медицины и современных реалиях. В центре сюжетной линии врачи, которые внесли неоценимую роль в сохранении жизни людей. Особое внимание на выставке было уделено теме противодействия коронавирусной инфекции. На разработку выставки «Врач. Профессия вечная» мы потратили чуть более месяца. Показали медицину, какой она была в древности и в средневековье, и какой она стала сейчас. Нам хотелось донести мысль, что медицина развивается непрерывно, технологии тоже не стоят на месте, и медицина сейчас не достигла какого-то предела, она развивается, и ее развитие будет в дальнейшем. Все мы во время эпидемии коронавируса почувствовали, насколько важна профессия врача. Исторический парк выпустил цикл лекций по истории самых страшных эпидемий. Выставка, посвященная врачам под названием «Врач. Профессия вечная», продлится в историческом парке всего две недели. Приглашаю всех. Еще одно важное мероприятие прошло в Махачкале в связи с профессиональным праздником врачей. Профсоюз работников здравоохранения Дагестана подбил итоги конкурса «Дагестанская медицинская династия». Подробности у Патимат Ханаповой. 45 лет стажа и сотни удачных операций. Зайра Максудова точно знала, что будет хирургом-офтальмологом. На выбор профессии повлиял наглядный пример отца, известного военного врача Наби Гусенова. Моей профессии мне нравится все. Мои коллеги, мои наставники, которых я всегда помню, учителя необыкновенные. Годы учебы в аспирантуре с блистательным Аветисовым и Роземлюмом, которых знает вся офтальмологическая общественность. Пациенты такие интересные, разные. И возможность моя им помочь, поддержать. От отца к дочери и дальше по преемственности таки рождаются династии врачей. Максудовых как раз так и произошло. Дело деда и матери решила продолжить и дочь Заиры Алифат. Подняли весь архив наших дедов, вспомнить всю их деятельность, просто пережить все те моменты, которые переживали они. И восторгаться тем, что они вот такой путь прошли. Заслужили такие награды и были действительно достойными людьми. Цель конкурса – дагестанская медицинская династия сохранение трудовых и семейных традиций в профессии врача. По словам Зумруд Бучаевой, осуществить задуманное удалось благодаря кропотливой работе профсоюза, специалисты которого буквально по крупицам собирали информацию. Наша республика является таким правообладателем, таким собственником такого большого количества династий, династий именно медицинских работников. И это бесценный опыт, это большое достояние нашей республики. И я убеждена, что медицинские работники, которые живут, работают в такой среде, они всегда будут стараться защитить здоровье и жизнь каждого из нас. В конкурсе приняли участие 33 семьи. Проходил он в трех номинациях. «Преемственность поколений», «Старейшая династия» и «Наилучшее представление медицинской профессии». Среди победителей и призеров – семи таких именитых работников здравоохранения, как Муртузалий Бутринский, который еще в 1847 году работал с Николаем Ивановичем Пироговым, известным русским хирургом и основателем русской школы анестезии. Победителям вручили дипломы, грамоты и ценные призы. Батиман Ханапова, Мурат Пикбарцев, новости ННТ, Махачкала. Сертификаты на приобретение жилья в Кайкинском районе вручили участникам боевых действий в Афганистане и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Всего обладателями субсидий стали четверо местных жителей. Глава Кайкинского района Магомед Ильдирханов пожелал владельцам сертификата долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия. Такая же доплата, это у нас получается 1 миллион 740 тысяч рублей. Я вас поздравляю, хочу сказать вам спасибо за ваш интернациональный долг, который вы в стране нашли. Участники мотоклуба «Черные орлы» устроили шоу для жителей Махачкалы. На площадке музейного комплекса «Россия. Моя история» было организовано представление в честь Дня мотоциклиста. Горцы на своих железных конях показали скоростную езду, дали возможность сфотографироваться и даже прокатиться зрителям. Для участников мотоклуба прошли конкурсы. Они соревновались в самой медленной езде и у кого громче мотоцикл. Участие в акции приняли как опытные байкеры, так и те, кто только вливается в эти ряды. Я влюбился в эту технику года 4-5 лет назад. Была всегда мечта. Хотел как бы влиться в их мотосообщество. Купил мотоцикл, начал ездить. Как говорится, машина везет тело, а мотоцикл везет душу. Человек, который попробовал хоть раз в жизни, никогда уже больше не слезет с этого. Глава Республики Сергей Меликов принял участие в открытии спортивного зала имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Зал построен на территории комплекса Анжиарена. Сергей Меликов осмотрел помещение и ознакомился с созданными для тренировок условиями. Напомним, 25-летний Нурмагомед Гаджимагомедов героически погиб во время спецоперации в Украине. И о спорте. Около 80 дагестанских борцов отправятся в Кызыл на чемпионат России. Сборная Дагестана будет самой представительной по количеству участников на турнире, который пройдет в столице Тыва с 24 по 26 июня. Заключительный этап подготовки к чемпионату России дагестанская команда провела в Каспийске на территории Анжиарены. В сборе принимали участие все лидеры дагестанской сборной. Медалисты Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова